Mobile Royale это мобильная RPG-стратегия с эпическим размахом, где можно не только сражаться, прокачиваться и торговать, но и приручить собственно дракона. Объединяйся с другими игроками в гильдии для совместных атак, проходя одиночную кампанию, открывая лендарных героев и редкие артефакты. Только здесь ты сможешь ощутить себя настоящим правителем и могучим генералом. Качай Mobile Royale по ссылке в описании, ведь при первой регистрации каждый игрок получает щедрые подарки для уверенного старта. Всем зрителям большой привет, с вами Катрахонт, это вторая серия наших конвертированных крестоносцев в Европу, Миссари 4. Я, кстати, очень удивлен, что некоторые из вас индивидуумы так отреагировали на Россию в скобочках Русь, уж извините, но давайте вы свою политику засунете себе в одну точку, на которой вы сидите и которая у вас видимо подгорает, и уйдете куда подальше, если вы не можете это воспринимать. Это игра и не более того, так что, пожалуйста, давайте без этих разговорствений, чтобы вы не агрели других людей, мне, чтобы на вас не отвлекаться, не удалять уж совсем такие странные и злые ветки с комментариями, которые вы там устраиваете, уж извините, давайте культуру какую-то вообще не уж все-таки иметь. Ну ладно, на этом такая выступительная и все, спасибо вам за то, что вы вообще смотрите это прохождение, то, что до сих пор вы поддержите его интересом, несмотря на то, что у нас был конверт, несмотря на то, что уже много серий, вы все равно его смотрите, притом тепло очень устраиваете, мне на самом деле приятно. Что ж, вот она новая серия, всем приятного просмотра, будьте лапочками. Мы можем взять лишнего союзника Бану Хатима, у которого в вассалах, между прочим, Митхальбиды и еще Бану Хатимский Рум здесь есть. То есть очень сильная страна, она согласна к нам в союзнике. Да, это шииты, но мы как бы, наверное, это все равно, очень удобно будет тем, что он нас будет защищать. Давайте сделаем, мы при том с ним можем потом еще один брак сделать. А, он сам нам его пришлет, отлично. Литовцы, ваш верный союзник, просят вашей помощи в литовской войне за провинцию Мансур против Кабара. Это война, которая была именовична, а Кабар находится со следующими странами Булчир. Вступаются? Нет, только Кабар. Замечательно, тогда мы знаем, что можем сделать? Поставить вот это вот тем, что мы желаем. То есть сейчас давайте по дипломатии наши страны. Поставим эту пробку у нас интересующей. И по результатам войны литовцы заберут вот это вот. Ну да, они раньше будут. Ну и пофиг, давай соглашаться. Потому что отказываться мы не можем, нам за это сильный дебаф, а вот согласиться, ну, пожалуй, да. Смотрите, на него, кстати, влетели как раз сейчас и бану Хатимы. То есть у нас, по сути, общий враг. Как мы сейчас неудачно здесь ворвемся, это еще и генерал хреновый. Вот сейчас будет битва века. А, ладно, ладно. Битва века не задалась. О, мы, да, успеваем столицу взять. Замечательно. Вместе с нашим новым союзником здесь воюем. У нас выполнено задание на укрощение степи. Мы в Томбе сделали славянское язычество. И теперь у нас задание. Это можно прожать, получить вечные претензии. Ой, как это сейчас будет красиво по дипломатии смотреть. Смотрите, вот эти вот территории теперь с претензиями для нас. Хе-хе-хе-хей. А это хорошо. Можем быстренько и неплохо так захватить. Притом здесь хазарская культура, которая у нас уже с вами принята. О, война закончена. Подожди. Так, так, разобралось соглашение. Что здесь? Кабар уступает Царесу, державе России. Держава Кабар уступает. Треться Мансур, держава Литовца. Кабар выплат 10% Литовцам. И все. 110 дукат, из которых 68 получает Россия. Нормально. Сблагосклонность Литовцев тоже к нам подросла. Он теперь 28. Можем даже бафнуть немножко доверия. Ну и, естественно, забрали мы только лишь одну территорию. Царица. Ну и то неплохо. У нас здесь вечная претензия. Так что он достаточно быстро станет национальным. Кстати, мне писали по поводу того, что надо делать единую культуру. Во-первых, у нас культура Эльмерская. Да, хоть скидка и есть на минус 15. Но смотрите, даже тоже шестерка развития 38 стоит. Это очень дорого. Притом мы можем менять культуру только там, где религия наша. А это как бы очень мало территории. Потому что в основном у нас проблема с том, что у нас непринятая культура там, где религия другая. И как бы не поменять. Ну вот только вновь захваченных территориях. Но мордовскую культуру я сейчас тоже приму. Потому что здесь большой такой кусочек мордовской культуры. От которого мы будем получать неплохие бонусы, если мы его, естественно, примем. А так вот и сейчас делаю. Добьем мы с вами лимит армии, дабы выполнить решение на завывание Новгорода. А потом уже займемся этим делом. Потому что нужно, нужно, нужно. Что мы получаем в результате? Получим очень много претензий именно на Новгород. А потом нам надо будет его завоевать. Хорошо, справимся. Все, вот задание выполняем. Получаем кучу вечных претензий. Потом еще надо его завоевать. Тоже опять получим бонусы. А сейчас нам надо распустить немалую часть армии. Потому что у нас превышен достаточно так и неплохо порог наших деньжат. Ничего себе, смотрите. Здесь булчер есть. И у него религия православия принята тоже как второе. Вот, здрасте, дает, а. Православная вера рядом с нами. Да, и очень неудобная. Кстати, потому что православие минус один дает. Не хочу иметь с ней дел. Получаем регион. Благодаря ультиматуму, чтобы не воевать. Здесь 24 месяца всего. Нам нужны эти регионы, чтобы выполнить следующее решение на захватить степь. Еще совсем чуть-чуть территория. И мы это дело, кстати, выполним с вами. Ой, королевский ретик. Мда, до 75-го года. Десять лет терпеть нацбеспорядки, плюс два. Либо же разорвать отношения с Барсилом. Который хоть, да, который, кстати, страдает. Ну, это страдает. Ладно, у нас с ним отношения-то. Средние ретики очень проблемные. Сейчас минус бахнется, то все. Пиши, пропало. Да, родня пока действует. Но потом будет плохо. Дипл выпад получит. Потом у нас новый консорт появится. И престиж минус 15. Ладно. Лучше так сделаем, потому что иначе я не очень хочу у нас беспорядки получать. У нас и так это плохо. Да будет дружба. Королева Градислава 444 у нас теперь. Где-то была, но ее уже нет. Так, мне очень не нравится сейчас, что Хвализу войну объявил Византия. Как бы она не подзабирала еще лишней территории. Хотя вряд ли заберет. Но, блин, Хвализ. У нас есть претензия только на одну территорию, да? И не более того. Тогда давай просто угрожать войной за... А, он не согласен. И нам надо забрать две территории при том. У Эльмерия прям бомбит литовский сепр, марийский сепр. Хе-хей. Эльмерия, Эльмерия, ты скоро сгинешь с этого мира. Влетаем на 22к ростовцев, которые здесь восстали. Смотрите, мы идеально сейчас летаем сначала сюда, а потом туда. Все. Потеряли всего-то две с небольшим тысячи. И разбили повстанцев без особых проблем. Ну, а теперь влетаем к Хвализу. Да, нам нужна тут территория, поэтому за Зарабу. Либо давай лучше за Укек. Так, вот объявляем войну. Сюда влетает армия. И по половинке разбитая сюда. Я не думаю, что у него... А, есть армия, но небольшая. Не думаю, что это страх. А здесь византийцы захватывают. Эй-эй-эй, заразы какие. 2 декабря, 2 декабря. Но он раньше, да, засчитается? Да, раньше засчитался. Нет, мы раньше засчитались. Ха. Окей. Но здесь восстание... О, как раз сейчас и восстание подаем. Оно прям под носом почти. Заканчиваем войну с Булонидом. 15 монет. Престиж немножко себя фапнем. Что не помешает. Ну, а теперь только война с Хвализом остается. Ой, сейчас мы в какую битву-то нехорошую влетаем на самом деле. Так, хорошо. А, не, разобрались. Германия воюет с Панонией, а значит Эль-Мире некому помогать. Ха. Панони откажутся. Литовцы. Ха-ху-ху-ху-ху-ху. Ха-ху-ху-ху. Классно. Они с немцами воюют. Вот прекрасная битва сейчас будет. Бизантия закончила войну. Забрала там немало, кстати, на побережье этой территории. Ха-ху-ху. Бизантия жива. Почти все свои нормальные территории вернула даже. Волшебница какая. А мы влетаем в последнюю территорию здесь и там. Все. Захватом. Я думаю, мы все вот эти вот территории захватим. Здесь вот. Чтобы у нас был проходик. Единственное, что с Крымом надо будет решить делишки. Но, думаю, справимся. Азов и Кафа пали, кстати, одновременно. 99 процентов. Прекрасно. Ну, вот эта территория лишняя захвачена. Но это не страшно. Сицилийская море. Нифига себе. Сицилия здесь как контролирует. Хорошо. Ой, какие яркие цвета. Африки. Сицилия прям по глазам-то бьют. В итоге-то мы можем только максимум вот так вот забрать. Нам не дают эти территории. Потому что, ну да, мы детенуться-то по логике не можем. Здесь Казарская, кстати, везде культура. А у нас Казарская культура-то принята. Так что идеально. И тенгрианство, которое мы достаточно быстро с вами переведем. У него проблем нету. Так что будет более-менее хорошо. Единственное, что здесь территория. Да, с территориями, конечно, не особо живется. Ну ладно, выбора нет. Эй, подожди, то есть, смотри. Вечные претензии, да? А в итоге нету этих вечных претензий? Не понял. Ну ладно, нам Эстония предлагает войне с Альмерией помочь. А там литовцы воюют против Эстонии. Так еще и вать с литовцами с Панонии, да? Ну Панония, скорее всего, сюда не влетит. Давай чуть-чуть подождем, проверим просто. Влетает? Нет. Литовцы-то влетают. Твоюж против Альмерии и литовцев. А он забирать будет очень неприятной территории для нас. То есть вот эту территорию, Неву, Псков, все остальное. А я только отношения с литовцами настроил. Нам в какой-то степени имеет смысл, чтобы Эстонию слили. Но и Альмерия тогда укрепится. Хотя Альмерия мы можем подмять чуть попозже, не только в соединениях литовцев. Поэтому... Если мы удалим сейчас Византию своих соперников, то мы можем сделать Германию своим союзником. Хм. Хм, 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 хм. Как же быстро тогда получится, что наша дипломатия сместится, да? На Византии еще не в скором свете нам светит. Поэтому держать... А тогда враг врага у нас с Бануха Хатима упадет. У нас минус 20 здесь будет. Но это по сути не так страшно, потому что немцы интереснее заюзник. То есть они за нас если встанут, а они встанут, то это было бы классно. Притом они не хотят ничего от нас. Средняя религия другая минус 20, всего так что не страшно. Ну давай. Ладно, давай. Византия, уходи. Да. И предложить военный союз. Есть. Здравствуйте, немец. Я очень рад встретиться с вами. И он, кстати, при религии немец у нас католик. Вот так вот. Католический немец рядом со славянско-языческой Россией. А вот теперь пришло наше время. Ибо за Эльмерию никто не заступается. Хе-хе-хе. Литовцы уже против. За нас готов Барсил помочь. А мы спокойненько сейчас влетим. И сломаем хребетик тому, что осталось. Да, в одиночку. Я, наверное, войну возьму за какую-нибудь Коломну. Так как она внутри нас. И давай. Коломна. А, у нас нет претензий. Ну то давай, давай за Касимов. Без разницы, Касимов или Пенза, они одинаково дешево. Поэтому делаем за Касимов тогда с вами. Барсил призываем. Подтверждаем. У них всего-навсего тысяча. Пф, вообще легкотня. Бежим сразу же захватывать все эти территории. Все, короче, на Эльмерию накинулись. Вообще все. Кто только может. Мне их даже немножко жалко. Ну а жизнь такая. Как сейчас больно будет. Хотя минус один. Поэтому мы должны затащить. Да. Затаскиваем. Но с тяжестью. Но побеждаем. Побеждаем. Хорошо. Повстанцы минус. Возьмем конступательный. Первый. Я знаю, что там первые вещи не особо интересные. Но мне очень хочется быстрее пройтись к осадным умениям. К лимиту армии. К одессе. И к восстановлению его духа. Потом мы скоро еще с вами получим. Стоимость национализации. Минус 10. Но не сильно. Но жить можно. Умрет нынешний наследник трона. Так. Кто? Тайми. 22 года. Что ж. Хорошо. Минус престиж. Ну а что нам печалится? Наследники умирают. Рождаются. Новая жизнь такая. Эй. Как сейчас неудобно. Там мы популярную религию получаем. Можем. Пусть все идет своим чередом. Получить химус миссионеров. Плюс один на 15 лет. Но минус 15 к лояльности. А мы не можем даже поддержку сделать. Два года придется посидеть. А это дебафы. А с другой стороны. Давайте. Плюс идет своим чередом. Тут всего-то 39.4. Нормально. Зато религия будет эффективнее. И берем с вами огневую мощь генерала. Тем самым получаем еще скидочку в 10% на стоимость национализации. Пропаганда патриотическая. Собственно с нами готовы замириться. Заберем вот эти вот анклавчики. Заберем всков луки. Здесь отдадим все финнам. Да, 40 остается. Или 40, как правильно. Но ладно. Это на будущую войну. Денег мы, естественно, подмять поможем. Ну, десяточку. Ладно, давай отправляем требования. Бамс. Получаем теперь уже нормальные. Более-менее приятные. Границы. Да. То есть внутри ничего такого прям нет. Тут немножко. Там немножко. Но это не так критично. Литовцы, притом, рано или поздно, да, уже согласят стать вассалами. Можем с вами нового соперника. И, скорее всего, мы уберем свитьё до Византии. Потому что нельзя. Немцев этих нет. А вот свитьёд идеальненько здесь смотрится. Так, давайте сделаем такую систему. Здесь нам надо экономика отправить в подарок им. 75 монет. В результате теперь они согласны будут нас поддержать вот в этой вот войне. Они сейчас денежкой выплатят. Отлично. И получаем возможность то, что они теперь нас поддерживают. Зачем это нам надо? Мы сейчас вылетаем. Заставляем их влететь сюда. А потом мы с вами можем ввести войну к Крыму, чтобы Барсил сюда не вступился. И тем самым мы спокойно пилим Крым. Спасок оба пилим Булчир. И всё. Без особых проблем. Так. Барсил, вступаешь. Ебкумак вступает. Вот этот вот. И Перемышек. Страшно много. Но я думаю, мы с вами разберёмся. Хотя здесь можно попросить Бану Хатимов. Повоевать с нами. И... Ну, не, не будем. Мы лучше доверие прокачаем. Потому что нам с ним отношения нужны. Пока пускай это будет лучше союзник на наших границах. Чем какой-то будущий враг. Поэтому нападаем мы с вами сюда. Призываем Барсилов. Мы давать им что-нибудь будем. Отлично. Они согласны. Изначально мы видим, что здесь 4000. Так что проблем быть не должно. Единственное дело в том, что крепость надо бы, наверное, всё-таки брать изначально. То есть не давать никакого времени на ауду. Пала уже Самара на данный момент. Так. И нам особо не даёт никуда пройти. Ой, обожаю эти системы крепостей. Когда ты бегать никуда особо ты не можешь. Так. Ну, здесь война идёт успешно. Давай сейчас к Крыму подходим. Ну, нагайцев уже взяли. Крым, здравствуй. В гости к тебе давно хотел. Бамс. Ай, и куда ты? А. Ну, нам же проще. Смотри. Сейчас минус 4К здесь будет. Так. Здесь сразу же встал. В сарайку. Вот встал. В сарайку. В сарайку. Так. 4К выжил, да? Вопрос. Нам добивать его надо будет? Надо будет. И мы не успеваем его добить. Печальненько. 2000 будет гонять. Это вообще неудобно. А, нет. Шотнули. Хотя мы шотнули только единичку. Подожди. Значит, ещё не всё. Да. Ещё очень много войск. Живо-здорово. Ну, ладно. Шотаем здесь единичку. Отставляем здесь тысячу. Шотаем. Ещё сейчас тут. Тут единичку. Да. Отлично. Ну, чтоб не было спама единичками. Чтоб он им особо не мешался. Хотя здесь он тоже пытается, типа, мелочи всякой выбить. Да ну их нафиг. Так, мы сейчас и так захватим. Так, ну давайте мириться. Сначала ябку маг. Предлагаю мир. А, не можем. Ха. А чё это ты такой? Не можем тебе мир даже дать. Ну и ладно, тогда мы тетерек оставляем. Типа потом сходим, повоюем. А здесь заканчиваешь фражду. О, нет. Тогда выплаты репараций. Так, вот так вот. Завершаем войну с одним. Так, здесь 1,6 сейчас. Хопа. Уничтожаем. Всё. Это победа. Крым мы тоже с вами распилили. Крым, который не в Крыму, правда. Но без разницы. Крым без Крыма. Это не Крым, как говорится. В Ростове и Коломне. Очень большая армия восстала. Сейчас спадаю маленькую. У вас большой надо будет разбираться потом. Берём, кстати, уже седьмой воинтех. С очень хорошим опережением идём. Наследник Владислав. 3, 2, 5. Сарай взяли. А здесь выпилили одну армию, которая восстала. Тоже неплохо. Стапка и стоимость... Ладно. Потерпим стоимость армии. Перемышлен мир. Мы от него ничего не забираем. Просто кучу престижа берём. Ну, как кучу. То, сколько смогли. Здесь там что-то надо забрать, да? Парочку территорий. Как сказать, даже парочку. Очень много территорий надо забрать. Ну, короче, забираем всё то, что нам... А, нет, подожди. Симбер. Симбер мы не можем, да? Хорошо. Значит, оставлю... Симбер не наш. Да. Неприятно, неприятно. Ну, ладно. Яйка, Бузулук. А нужно ли они нам? Вот в чём вопрос. Нужны будут в будущем, но сейчас, блин, они мешаться только будут. А религия другая будет дебафать так сильно. Ну, хотя здесь тенгрианство, мы можем с ним разобраться, но всё равно так дорого будет. А если мы не следим их сейчас, то потом съест его Барсил. Что тоже нехорошо, так как Барсил хоть и наш союзник, но не значит, что мы можем с ним до конца так легчить, да? Он хочет, хочет эти земли. Он у нас очень сильно обидится. Ну и ладно. Минус одним союзникам это не страшно. Никогда. Вот так вот берём. Деньжатки. Смена религии, кстати, на остаток. И выплату репараций. Во! Соточка прям. Идеалити. И коалиция против нас. Фигня полнейшая. Забираем. Единственное, не фигня то, что на нас очень сильно Барсил обижается. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, если он вам понравился, вы его также поддержите лайком и своим комментарием. Если же нет, то напишите чем и как это улучшить. То есть аргументированная критика всегда приветствуется. Всем до скорых встреч. С вами был Катархон. Увидимся в следующем ролике. С вами был Катархон.